Это в жизни они доктора, нефтяники и чиновники, а здесь на сцене оперного театра все вместе ансамбль «Россияне». Актеры-любители из Новокуйбышевска к своему триумфу шли три года и на этот раз покорили жюри и зрителей, уверенно заняв первое место среди губернских городов. Впереди у ансамбля концертный тур по области. Новых песен, новых танцев. Мы здесь вот три года ездим, как говорится, встречаемся, мы все уже подружились, мы просто счастливы видеть друг друга. Вот и дай бог, конечно, вот эти туры будут и следующий такой же будет фестиваль. Самобытные театральные постановки, яркие вокальные танцевальные номера. Жюри фестиваля только приветствуют эклектику в творчестве народных коллективов. Лучшие ансамбли на галоконцерте получают от губернатора дипломы. По мнению Николая Меркушкина, привлечение на фестиваль народного творчества одаренных детей и молодежи в огромной мере определяет облик Самарской области на ближайшие десятилетия. Смотрите, народное творчество этим и ценно, что мы видим все то, чем мы пропитаны, что нас воспитало, что нас сделало людьми, что сформировало нашу культуру, что сформировало наш добрый добрый жизни. Те же самые народные традиции, которые идут в глубину эпох, их просто так с человеческой памяти внести. За победу в фестивале боролись более 400 творческих коллективов. Это около 6000 участников со всей Самарской области. И даже те, кто не попал в театральную любительскую элиту после участия в фестивале, рожденные в сердце России, пробуют свои силы уже на профессиональной сцене. Многие молодые конкурсанты поступают в театральные вузы. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События.